Я обожаю, когда много народу вокруг, все ходят, веселятся и кушают. Самое главное для нас это. И хлеб, и зрелище от шеф-повара. Мясо шипит на углях под приятную музыку. Здесь готовят стейки, к своим павильонам заманивают ароматами. Заранее подготовились, все очень быстро, паста почти сварена. Нужна термическую обработку, так же сурсал. Кому паста, кому десерты, кому бургеры и даже такое модное сегодня пэпэ. Меню фудмаркета сбалансированное, приправлена музыка диджея и ярмаркой поделок. Атмосфера супер, очень веселая, тем более погода располагает сегодня. Народные и вкусные. Вкусно? Супер, мы второй год посещаем, нам очень нравится, очень большой выбор еды. Праздничное, все прекрасно, люди хорошо настроены, все улыбаются, это самое главное. Попробовали, вкусно? Да, вкусно. Музыка нравится, вот шашлыки, что мы кушаем здесь вот на улице, тоже очень нравится. Из дома редко выходим. Жуют, перекусывают, поедают, уплетают, уминают, семьями, парами, в одиночку. Вкусная Казань развернулась в парке тысячелетия. Парк утонул в гастрономии. Здесь сегодня рестораны города и не только. В солнечную погоду большая очередь за тайским мороженым. В этом году на фестивале «Вкусная Казань» можно попробовать впервые фермерские продукты, например, сыры. Также здесь мясные деликатесы, гусь, козылык, хлебобулочные изделия и молочная продукция. Фестиваль проходит четвертый раз. Он ежегодно меняет дислокацию. В этом году дата его проведения совпала с чемпионатом Европы под Хэквондо. Чтобы болельщики увидели и вкусную Казань. Главное требование для всех без исключения – нужно приходить голодными. Альбина Слагараева, Андрей Сентальцев, ТНВ, Казань.